Лучше давать повод к смеху, чем к насмешкам. Привет, Эташе! Это прочитано за февраль 2016. Позже прощения. Сегодня буду я рассказывать о книгах, кто бы мог подумать. Буквально начну я с самой непонравившейся мне книги. К сожалению, я такой склероз, я забыла принести книжку в комнату. Ну ладно. Буквально вчера я дочитала «Рослослев» или «Русский» в 1712 году Михаила Загоцкина, автора. И была я не особо восхищена, не для меня цвела «Сирень» категорически. Его книга в подобном духе «Юрий Милославский» или «Русский» в 1612 году гораздо более хорошее впечатление обо мне произвела. Ну, что мы имеем? Во-первых, про сюжет. Все знают, что произошло в 1812 году. Наполеонушка, который не тот, пожаловал в Россиюшку. И Москва горела, Кутузов, Бла-Бла, Зима, Холода, Отступление и так далее. Ну так вот. Когда я начинала читать книгу, я подумала, «Рослав Лев, какое странное имя, никогда такого не слышала». Я занимаюсь родословным и дошла уже до 18 века, это дальше, чем 1812 год. То есть об именах, именами меня не удивить вообще никак, а тут такое. И только мы сидели в единии книги, я поняла. Это фамилия. Ну так вот. Собственно, чем меня эта книга не угодила? Помню, да, что сколько людей, столько мнений. Не надо в меня тапками кидаться, ну пожалуйста, за то, что мне не пришлась под сердцем эта книга. Вы знаете, там сплошные диалоги. Притом как-то мне вообще неинтересно было эти диалоги читать. И они какие-то нецепляющие. Видимо, автор пытался через них погрузить читателей в то время, в ту ситуацию, в то, как люди себя чувствовали в этих условиях. Ну, в моем случае ему это не удалось. Вот. И там есть еще романтическая линия. То есть там, собственно, две главные линии. Это патриотизм. Бесконечный разговор о патриотизме. Как бы я сама люблю свою родину, но перегибчик, мне кажется, уже там шел. Это разговор о патриотизме. И совсем небольшая такая любовная линия, которая у меня вообще как-то мимо меня совершенно прошла. Она на нее так смотрела с равнодушием, она меня не задела. И вот единственное, мне было, читать, интересно, как вот все начало, как главный герой узнал, что война там. Нужно скорее идти в французы, дать понять, что ребятки здесь вообще никак не светит. Уже давать обратно свою Францию. Вот единственное, вот этот момент, вот этот отрезок небольшой, мне был действительно интересен. Всё остальное как-то вот мимо меня прошло. Ну давайте перейдём к более таким порадовавшим меня книгам. А давайте в порядке возрастания. То есть сначала книги, которые меня не особо порадовали, а потом более такие клёвые. Тогда следующая книга «Тамечай на рассвете» Романа Гарри. Это он «Русских корней». И его мать перевезла в Францию. Что-то у нас сегодня французская тема какая-то. Ещё когда он был ребёнком. И он стал писателем, я так поняла, военным. Ну в общем, удающимся человеком. Роман автобиографический. И, собственно, там ставится акцент на любви матери к своему сыну. В принципе, очень интересно. Единственное, иногда автор слишком уж сильно ударение ставит на то, что у него не было дипового комплекса. И до того, что он стыдился, что его мать, ну, что он не помогал матери в материальном плане. А в остальном очень даже занимательно. Есть, правда, места, которые меня оставили равнодушной, но в целом интересно. И третья книга, о которой я скажу, это «Вирджиния Эндрюс. Цветы на чердаке». Вы знаете, это вторая книга, которая меня реально, ну, не то чтобы она пугала, она ошеломила. Вот первая книга до Стивена Кинга Мизери. Вот. И вторая вот эта. Это просто что-то с чем-то. Это у меня был такой шок. Несмотря на то, что я достаточно очень прозролива, ага, еще очень скромная, в плане сюжета, то есть я достаточно быстро догадываюсь, что будет дальше. И поэтому особо книгам не часто удается меня удивить. Однако здесь, хоть я и догадывалась о многом, но вот именно вот самое последнее, вот, что мы видим на самой-самой последней странице, это вот вообще меня убило. Я ходила потом как, вообще не знаю, чем, бетонная стенка хлопнутая, и потом, ну, это еще цветочки. Я полезла на мой флип, отметить эту книгу, что я ее прочитала. И когда, и вы не представляете, что со мной было, когда я увидела слова, основанные на реальных событиях. Я потом, наверное, час ходила по квартире, причитала, что вообще в этом мире происходит. Останавливайте землю, я сойду с этой планеты. Единственное, что я могу сказать о сюжете, иначе все остальное будет спойлер, что семья, так, мать и несколько маленьких детей вынуждены жить в заточении. То есть мать-то она на заводе, но детей ее забирает в комнате. И вот они вынуждены там жить. И я больше не могу, к сожалению, ничего больше сказать, чтобы как-то вот передать, заинтриговать. Но я скажу зато вот что, смотрите. Меня нереально напугать или впечатлить. Очень сложное дело. Чтобы вы понимали. Когда я маленькая приходила к маме на работу, я таком разглядывала ее дела. Доставала из сейфа. В том числе там были фотографии. В том числе и расчленеков даже. И я разглядывала скорее с любопытством, чем с ужасом. Я пробовала всевозможные ужасы смотреть. Кино. Барабан. Меня даже как-то вот... Меня весь класс пытался напугать, когда узнал, что я не поддаюсь страху, испугу. Моя соседка достала видеокассету, где под музыку Рамштайна всякие ужасы показывались. Там группным планом смену пола. Вот эта операция. Это, скажу, в обыске еще и неприятная. Случаи, когда люди сбрасывались с высоток. Случаи, когда люди сами себя поджигали. То есть вот такое вот все собрано в одну комбинацию под музыку Рамштайн. В итоге соседка моя, одноклассница, забилась лицом в угол дивана. Еще вот дополнительно вот так вот руками закрыла лицо. Даша сидит, чипсы наяривает и смотрит. Теперь вы понимаете, что теперь вы заинтригованы, что такое должно было произойти в цветах на чердаке, чтобы я потом час ходила по квартире и ругалась, потому что я возмущалась, удивлялась, поражалась. И вот что там такого. Так что идем и читаем. Вот. Собственно, это было все. Я желаю вам скорейшей весны, если она в вашем городе еще не наступила. Ну и пока. До скорых.